Девушки отдыхают Скипетром, который повелевает и сокровеннейшим явлением природы, чтобы они подчинялись его воле, и как послушные кони впрягались в его колесницу, на которой он совершает свое торжественное шествие по земле, и не прежде успокаивается, как проникнув в самые отдаленнейшие тайники, и смирив также самые непокорные силы природы. Так его мысль и его воля властвуют над миром, и его знания и силы воли подчиняют мир ему. И этот мир, который он таким образом в силу познания и в силу воли подчиняет себе, он в то же время переносит свое внутреннее бытие, воспроизводит там свои фантазии, и опять отображает в своем чувствовании. Как мир образов, как мир звуков, как мир ощущений и чувствований, он носит его в себе самом. Весь внешний мир находит в себе отголосок в маленьком мире внутреннего бытия в человеке, и воспроизводится затем в разнообразных формах художественного изображения, в образе, тоне и слове, и как духовный отобраз этого мира является просветляющим, одухотворяющим, украшающим и согревающим по отношению к внешней его действительности. В этом духовном творчестве человек уподобляется творцу, и в отобразе опять создает мир, который раньше его создал великий творец мира. Смотри Апологетика христианства, Лютарда. Приложение. Научное доказательство бессмертия души. Показания здравого разума с несомненностью удостоверяют нас в том, что земным существованием не оканчивается бытие человека, и что кроме настоящей жизни есть жизнь, будущее, загробное. В природе материальной ничто не уничтожается. То, что называют разрушением, есть только перемена формы, фигуры. Дерево, например, сожигается огнем, но на самом деле огонь только разрушает. Дерево только разлагает его на частицы более или менее тонкие, как то на пепел, пар, газ. Если бы возможно было соединить все эти частицы и взвесить их вместе, то мы получили бы вес, равный весу дерева. Следовательно, дерево не исчезает. Тело животного тоже разлагается, и частицы, какие составляли его, служат для составления других тел. Если бы можно было соединить и взвесить все эти частицы, то мы увидели бы, что они равны по весу с прежним телом. Следовательно, и тело животного не уничтожено. Искусству человеческому невозможно обратить в ничтожество самую малую частицу материи. Это очевидно. И между многочисленными исследованиями, произведенными над природой, нет ни одного, которое послужило бы доказательством, что частицы материи могут быть уничтожены. То, что мыслит в нас, именно душа, есть существо. Каково это существо? Если бы мы подумали, что оно материально, то и в таком случае оно не может быть уничтожено, как и всякий другой предмет материальный. А как оно духовно, то еще менее подвержено уничтожению. Мыслящие и выше, и лучше немыслищего. Следовательно, уничтожение его немыслимо. Так как нет ничего в нас и вокруг нас такого, что было бы уничтожаемо, то как же вылез, что душа есть единственное существо, подверженное уничтожению? Тело мое сохраняется, а душа, которая мыслит, любит, действует, которая есть образ Божий, почему она не сохранится? Рассматривая внимательно душу, мы замечаем, кроме того, что она не может быть разрушена подобно телу, не разложена как тело на составные части, потому что душа есть существо простое, нематериальное, не составленное из каких-либо частиц материи. Оттого душа не подвержена изменениям, коим подвержено тело, и причины, которые действуют на тело, чтобы ее изменять или разложить его, не могут действовать на душу, потому что она нематериальна. Первое доказательство – тело подвержено постоянным изменениям во всех своих частях. В теле человека, достигшего 20 лет, не существует уже ни одной из тех частиц, какие составляли ее 20 лет назад. В последнее время доказано, что все составы тела переменяются в течение почти двух лет. Все, что это тело имело прежде, из твердых и жидких частиц, вошло в состав других тел, людей, животных, растений, минералов. Точно так же, как после смерти какого-либо человека тело его разлагает, входит в состав новых тел. Но, несмотря на это, душа сохраняет свою личность, то есть знает, что она та же, как была за 20 лет назад. Если душа остается та же в то время, когда тело изменяется совершенно, то из этого следует, что душа есть существо, отличное от тела, что она нематериальна и продолжает существовать, несмотря на совершенные изменения, происшедшие в теле, с которым она соединена. Какое различие существует между тем, что происходит с телом, в то время, когда душа соединена с ним, и тем, что происходит с телом после того, как душа отделится от него в час смерти? После смерти разложение тела более быстрое, до смерти оно медленное, постепенное, незаметнее, но для души это одно и то же, то есть душа существует и без тела, с которым она была соединена прежде. Не служит ли это доказательством того, что ее существование отлично и независимо от существования тела? Второе доказательство. Если бы материя одарена была способностью мыслить, то всякая частица материи должна бы мыслить, и мы чувствовали бы, что в нас столько мыслящих существ, сколько в нашем теле частиц материи. Мы, однако же, чувствуем совсем противное. Мы чувствуем, что начало мыслящее в нас одно и всегда то же. С возрастом и увеличением тела человек не приобретает более мыслящих способностей. Его способность чувствуется тоже остается одна. Опять. Лишается ли человек которого-либо из членов, ноги или руки, или глаза, он с этим не теряет способности мыслить. Третье доказательство. Мысль не может быть произведена никаким искусством человеческим. Пусть устраивает, приготовляет, слагает вещества в тысячи различных форм. Пусть в продолжении месяцев, годов, столетий прибавляет туда сколько угодно материальных стихий, газов, песку, плоти, крови, костей и так далее. Никогда не вспыхнет ни одна искра мысли. Не вспыхнет. Хотя бы мы исчерпали всевозможные смешения материи и подвергали ее всем законам химии, физики и механики. Четвертое доказательство. Всякая материя занимает пространство, а мы чувствуем, что начало, мыслящее в нас, не имеет пространства, потому что оно существует простым и неразделимым среди бесчисленного множества ощущений и мыслей всякого рода, рождающихся в нашей душе. В одно и то же время я вижу текущую ног моих чистую волну. Слышу пение птиц, ощущаю приятную свежесть, обоняю запах цветов, ощущаю вкус плода, размышляя о важном предмете. И все эти чувства и мысли не смешиваются в душе моей. И то, что во мне мыслит, неотлично от того, что во мне слышит, очущает и видит. Но если бы душа была материальной и имела бы протяжение, как материя, то эти ощущения, эти мысли смешались бы, невозможно было бы различить их друг от друга. Они составили бы смесь. Несколько красок, соединенных вместе, составят одну краску, и при том совершенно отличную от всех входящих в состав ее. Тело, подверженное толчку многих других тел, которые действуют на него вдруг, в различных направлениях, не уступает направлению ни одних, ни других тел, а идет по направлению, происходящему от соединения частных толчков. Итак, единственное разнообразие мыслей, поражающих душу, свидетельствует, что она не имеет протяжения и, следовательно, не есть материя. Если бы душа была материя, то каждое ощущение или поражало бы всю душу, или одну только часть этой души. Если бы она поражала всю душу, тогда было бы нечто вроде единства, но единства неясного и не было бы разнообразия. Если бы каждое ощущение поражало одну, известную часть души, то было бы разнообразие, но не единство. Существо, которое может обнимать мысли и сравнивать прошедшее, настоящее и будущее, нематериальное, ибо тогда одна и та же мыслящая сила не могла бы вместить всех трех этих предметов, не исказившие, не разрушившие их. А если бы было несколько мыслящих сил, тогда где была бы точка, соединяющая и постигающая все эти три предмета? Пятое доказательство. Если бы душа была материальна, то можно было бы действовать на нее и заставить ее желать того, чего она не желает. Точно так же, как можно принудить руку человека сделать известное движение. А между тем ни один тиран не может восторжествовать над волей доброго человека и заставить его посредством самых страшных мучений согласиться совершить преступление. Если бы душа была материальная, как тело, то деспот покорил бы и изнурил душу, как покоряет и изнуряет тело. Палач может обратить в пепел тело, но он не имеет никакой власти над душой, она остается независимой от всех сил физических, действующих на нее. Воля не может быть разбита, как материя. Целая армия не могла бы принудить благочестивого человека к дурному поступку, если бы даже подвергла его жестоким мучениям. Целый мир менее силен, чем воля. Душа – это могущественная способность нашей души. Шестое доказательство. Одно доказательство каждодневного опыта может служить к утверждению того, что душа невещественная – это борьба против тела, чувственности, страстей. Когда сильные страсти волнуют нас, когда сильные движения чувственности и плоти влекут ко злу, душа умеряет их, побеждает. Следовательно, она имеет совершенно отличную природу. Если бы плоть, кровь, физические склонности господствовали в нас, то было бы невозможно противиться им. Они господствовали бы над нами, они управляли бы как им угодно и действовали бы по законам материи чисто физическим. Тогда не было бы свободы в человеке, не было бы ни добродетели, ни долга, ни нравственности, ни религии. Мы были бы принуждены действовать по законам физическим, были бы подобны светилам, принуждены двигаться в пространстве по силе и законам движения, тяготения и прочее. Представьте себе человека, которого наклонности влекут ко всем излишествам и которое, однако же, с помощью благодати божественной есть образец благоразумия. И вы согласитесь, что внешние предметы материи не имеют над ним власти непреодолимой, а это было бы неизбежно, если бы душа не отличалась от материи. Седьмое доказательство. Если бы все было материально у нас, то чувства были бы почти одинаковы у всех людей по причине сходства телесного устройства их. При виде картины, при слушании пении, при известии о несчастье, люди испытывали бы одинаковые чувства восторга или удовольствия, или грусти, как они испытывают одинаковые физические ощущения, когда огонь сжет их, когда камень падает и ранит их. А мы, однако же, знаем, что один остается холоден и невозмутим при виде зрелища, которое трогает и волнует других до слез. Восьмое доказательство. Из вещественности души вытекало бы еще то, что суждение, размышление, совесть, понятие долга не служили бы ни к чему в человеке, а ощущение составляло бы все. А мы, однако, знаем, что размышление часто уничтожало опасное действие чувственности, что совесть часто порицает дело, которому влечет человека чувственность, что ради долга и добродетели она удерживает себя от этого чувствования, он. Это было бы невозможно, если бы душа была материальна, как тело. Представим еще несколько доказательств бессмертия души, которые заимствуются из нравственной природы человека. Заметьте, прежде всего, что желание жить и жить всегда, которое находится в сердце каждого человека, дано создателям не без цели. Это есть как бы первое указание на бессмертие души, как бы первое побуждение готовиться к жизни будущей. Желание жить связано с желанием счастья, коего жаждет всякий. Эта жажда счастья не утоляется здесь, и, следовательно, должна быть жизнь будущая, где бы могло исполниться это пламенное желание нашего сердца. Мы видим, что Бог, влагая в природу человека известные желания, дает вместе с тем и средства к удовлетворению их. Мучимая жаждой, мы можем напиться. Голод может утолить пищей. Можем. Уставши от труда, мы чувствуем нужду подкрепить и обновить свои силы покоем. И благодетельный сон подкрепляет их и обновляет. Но счастье мы ищем непрестанно, и никто нам не может дать его. Уже ли же это счастье нигде не существует? Уже ли Бог вложил в нас это желание, не имея намерения удовлетворить его когда-нибудь? Нет. Промысел Божий, который доставляет нашему телу все блага земные, не может навсегда оставить нашу душу алчащую счастье. И так как счастье не находится здесь, то оно должно существовать за пределами настоящей жизни, в жизни будущей, в недрах Божьих. Есть другое желание. Близкое желание счастья – это желание усовершенствования, которое по кратковременности нашей земной жизни не может быть удовлетворено здесь. Нам кажется разумным думать, что Бог, даровавший нам это желание, удовлетворит ему в жизни будущей. Заметьте, что в этой жизни способности нашего разума и нашего сердца не развиваются и не усовершенствуются до такой степени, до какой могли бы развиваться и усовершенствоваться. Но Бог не оставляет своих произведений неполными, неоконченными. Следовательно, надо бы предполагать, что по своей премудрости он бережет для нашего духа другую жизнь, где человек соделается тем, чем может быть. Человек способен приобретать каждый день новые познания. От детства до старости сколько успехов он может сделать в науках? Как он может усовершенствовать себя в благочестии? Однако же он умирает, и его умственное и нравственное образование остается неоконченным. Он мог бы еще более усовершиться в том и другом. Он мог бы лучше изучить чудесные явления мира Божия. Он хочет совершенно искоренить в своем сердце пороки и на место их насадить добродетели. Слово мог бы еще более приблизиться к тому идеалу, который указан самим Богом. Но смерть останавливает человека, прежде чем он окончит тот путь, который должен был бы пройти. В таком случае Бог оставил бы свое дело неоконченным. Скажем более, Он попустил бы человеку умереть навсегда в ту минуту, когда человек наиболее способен усовершаться. Но можно ли представить, чтобы мудрый строитель набросал кучу песку на мраморный фундамент, вместо того, чтобы окончить здание? Можно ли представить, чтобы отец, давший превосходное начальное воспитание своему сыну, запер бы его на остальное время жизни в четырех стенах, вместо того, чтобы дозволить ему продолжить учение и собрать плоды этого первого воспитания? Так и здесь. Невозможно, чтобы человек, который любит добро, который стремится к совершенству, коего идея и чувства, даны ему Богом, был остановлен на пути своего усовершенствования. У кого из нас нет желания узнать лучше чудеса природы, законы, по коим промысл управляет миром? У кого нет желания узнать лучше виновника всего существующего? Какое дитя не желает видеть отца, которого оно знает только по благодеяниям, получаемым от него? Разве Бог дал бы нам возможность возноситься мыслью к нему, если бы мы не должны наслаждаться более ясным созерцанием его природы, его совершенств, конечной цели творения мира и тому подобное? Прекрасен образ души, совершенствующейся в истине и добродетели. Уже не Бог уничтожил бы ее, прежде чем это усовершенствование будет окончено. Совершенство, как и счастье, есть растение не здешнего мира. Оно принадлежит другому царству. Всякое растение имеет почву, климат ему свойственны. Но для совершенства нет здесь Родины. Где же она, если не в будущей жизни? Человек есть венец всего земного творения, но это творение не окончено. Мы только камни, предназначенные войти в сооружение великолепного здания. Мы находимся в приготовительной школе, где получаются только начатки учения. Мы проходим только детский возраст того длинного века, которого имя – вечность. Смерть только совлечет с нас земную и грубую оболочку, недостойную нашего будущего существования. Когда мы припомним, что люди, имевшие самое чистое сердце, непрестанно боровшиеся с врагами духовными и прославившие себя множеством побед, как, например, святой апостол Павел, не были уверены и после непрерывных трудов, что достигли совершенства, к которому стремились. Когда подумаем, что Господу должно же быть приятно видеть те успехи, какие делают в благочестии Его создания, приятно видеть, как они все более и более приближаются к уподоблению Ему, тогда не можем вообразить, чтобы Бог оставил их на половине пути к добродетели, чтобы Он в награду за их отличные заслуги даровал им смерть, уничтожение. Это было бы ужасно. Это было бы несообразно с благостью и мудростью Божественную. Очень сильные и даже поразительные доказательства бессмертия души есть беспорядок, царствующий в мире нравственном, где часто добрый человек страдает, а злой блаженствует. Иоанн Креститель был обезглавлен в темнице по желанию нечестивой иродиады. Ирод избивает тифлеемских младенцев, а сам умирает, как царь. Вообще история полна примеров счастливых пороков и несчастных добродетелей. Но если бы мы были отличены достаточной властью, то, конечно, наградили бы человека добродетельного и наказали бы порочного. Если же мы, будучи злые по природе, сделали бы это, то не тем ли более должен сделать Бог, тот, кто вложил в наше сердце чувство справедливости, уже ли сам саделается виновником несправедливости? И так как добродетель не награждается здесь вполне, а порок не наказывается достойно, то не должна ли быть другая жизнь, где всякому воздано будет по делам его? Пусть не говорят, что человек добродетельный, как бы он ни был несчастлив, хотя бы был в вузах, на эшафоте, на кресте, все-таки получает здесь свою награду в одобрении внутреннего голоса, который говорит ему «это хорошо». Пусть не говорят, что злой человек хотя бы увенчан был честью и славою, хотя бы восседал за великолепной трапезой, жил среди наслаждений, получает в угрызениях совести достойную награду за свои злодеяния. Правда, что совесть одобряет или порицает, но этот голос не есть достаточное воздаяние. Одобрение есть поощрение преуспевать в добре, порицание есть предостережение от зла. Если праведник переносит жестокие мучения, одобрение совести не препятствует ему чувствовать их и быть подверженным жестокой скорби. Если злой человек мучен совестью, то ему легко рассеется среди светских удовольствий, коим он предается, и он не чувствует острия совести, пронзающей его. Если что способно поддерживать верующего в горестях, так это надежда венца, обещанного на небе тем, которые на земле течения скончали и веру соблюли. Если бы эта надежда не осуществилась, то добрый человек был бы создание несчастное и неразумное. И для чего бы он страдал? Для пустого имени, для ничтожества. Он был бы жертвой своей веры, своей честности, своей добродетели. Злой человек был бы тогда самым умным человеком. И он избрал бы благую часть, удовлетворяя своим страстям, поступая, как внушало ему сердце, как казалось его испорченным глазам. И если бы он достиг до того, что заглушит свою совесть и ожестофит свое сердце, если бы он пил неправду, как воду, и наслаждался бы таким образом спокойно плодами своих пороков, то он достиг бы высшей степени мудрости. Это такие вещи, которые отвратительны для всех чувств души человеческой. Легко сказать, добродетель получает здесь свою награду. Когда философствует, сидя спокойно за обильным столом, но праведник, который находится в узах, в сырой мрачной темнице, которого в будущем ожидает только эшафот или костер, получает ли он соответственное и действительное вознаграждение в сознании того, что он был верен Богу, добродетели и преуспевал до конца? Нет. Бог не ограничивает этой мало, этой жалкой, почти нистоженной наградой и труды и болезни человека добродетельного. Бог, который дозволил расти плевелом среди доброй пшеницы на поле этой жизни, не для одинакового употребления предназначил плевелы и пшеницу. Если он дозволил, чтобы в этом мире было смешение благ и несчастья, то это для того, чтобы побудить человека к высоким добродетелям. Он никогда не попустил бы, чтобы одинаковая участь постигла верного исполнителя законов правды и ужасного преступника. Будет другая жизнь. Душа должна быть бессмертна. Есть еще одно сильное доказательство бессмертия в привязанности, которую имеют родители к детям. Вот как мы рассуждаем в этом случае. Отец и мать любят своих детей, и, находясь у смертного адра своего дитяти, они хотели бы не только возвратить его к жизни, но сделать так, чтобы оно жило всегда. Хотели бы создать ему рай и устроить его счастье навеки. А что сделали бы родители, то не тем ли более сделает Бог. Бог, от которого родители получили эту привязанность к детям. Бог, который не может желать уничтожения того существа, которое создано по его образу. Бог, который даже и тогда, когда является судьею, не перестает быть милостивым отцом. Если бы все должно было окончиться для нас в могиле, то мы не дали бы себе отчета в цели, для которой Бог даровал человеку понятие о смерти. Не мысли было бы, чтобы он сокрыл ее от нас, как сокрыл от животных, которые имеют только инстинкт самосохранения, но не знают, что такое умереть. Затем, напрасно пугать людей. Зачем? Разве они только недовольны одной потери жизни? Но если мы предположим существование за гробом и бессмертие души, тогда это для нас понятно. Богу угодно было дать человеку понятие о смерти не для того, чтобы она была для него источником страха, но чтобы она внушила ему серьезные размышления о жизни, о ее цели, о необходимости приготовить себя к существованию, которое должно последовать за настоящим существованием. То понятие, какое мы имеем о смерти, мне кажется побуждением не бояться ее. Могу ли я поверить, чтобы Бог извлек нас из ничтожества для того, чтобы заставить нас бояться его в продолжении всей нашей жизни, потом снова вернуть нас в ничтожество навсегда? При таком предположении мы имели бы право сказать виновнику всего, «Зачем ты создал нас таким образом?» Отними от нас этот светильник, который освещает нашу несчастную участь. О, человек! Если ты должен погибнуть навсегда, то садись в престол этого мира, ты более не владыка. Позови до участи животного, которое не предвидит и не боится смерти. Оно счастливее тебя. Но Боже вечный! Ты не для того обогатил нас своими драгоценными дарами, чтобы сделать из нас орудия наших бедствий, из них. Эта мысль оскорбительна для твоей благости. Ты соделал нас способными понимать смерть для того, чтобы она служила для нашего поучения. Это как бы откровение другой жизни. Это как бы указание на то, что по смерти мы не перестанем существовать. Мысли Иннокентия, архиепископа Херсонского о бессмертии души. Человека не видно до рождения, и мы говорим, что он не существовал. Его не видно по смерти. Зачем же мы будем говорить, что он существует? Случаи равны. Равное должно быть и заключение. Если бы была жизнь за гробом, то отчего бы так прятать и скрывать ее? Не видно цели скрытности. Животные явно суть подобия человека, и некоторые очень близки к нему. Но мы о всех их утверждаем, что они не бессмертны. Зачем же исключение в пользу одного человека? Это несправедливость, эгоизм человеческий. В человеке нет желания бессмертия. Есть только охота пожить по доле. Но долго живши он наскучил бы жить. Вечность для него невыносима. Если в нас теперь не является этой скуки от бытия, то причина этого сон. В нем мы кончаем бытие и опять принимаем. Без него, несмотря на краткость жизни, мы наскучили бы ею. Если бы человеку суждено было жить всегда, то зачем и к чему смерть? Она не была бы в порядке вещей. Как конец бытия, смерть уместна, а иначе абсурд. Доказательство от духовности души ничего не доказывает в пользу бессмертия. Ибо мы не знаем природы души. Слова «дух», «материя» – сучи соотносительные и условные. Мы не знаем природы ни того, ни другого. Следовательно, и не можем брать из нее твердых заключений. Учение о небессмертии человека может иметь практически полезные стороны. Заставить дорожить жизни, не терпеть притеснений и самовластия, стремиться к равенству и безобидному разделу благ жизни и прочее, и прочее. Усилить учение о бессмертии помогли нужды и беспорядки этого мира. Будучи недовольны настоящим, люди, естественно, обращаются к будущему. Чего сильно желают, то кажется существующим. Вот все, что можно возразить против бессмертия. Некоторые возражения особенно могут смущать. Но на стороне истины есть довольно средств к уничтожению всех этих возражений. Что имело начало, то будет иметь конец. Субтитры создавал DimaTorzok